Это не безумие, это не помутнение, это не девиантность некоторая, это не отход, это потеря мышления, закрепление мышления на создательном уровне, как его отказ, а затем и чистое действие запрет на мышление. То есть баланская система запрет на мышление, толерантность это запрет на мышление, все формы нынешнего ресентрента в области феминизма, черного расизма, black people matters и тому подобных толерирований ЛГБТ, это все запрет на мышление. Это интересный тезис, давайте пытаемся разобрать. Итак, это уже целое исследование должно быть. Когда я говорю безумие, это же популярное выступление на 15 минут. Я имею в виду, в первую очередь, это практически непонимание того, что ты себя разрушаешь. Безумие, это значит иррационально. А в чем проблема себя разрушать? Работать против себя или работать против сообщества. Вы вводите более тонкое развлечение, оно сложно сейчас. А почему нельзя иррационально, безумно работать на пользу сообщества? Или, наоборот, рационально работать против пользы сообщества? Ну, например, у нас возникла идея о том, что человечество является вредоносным. Да, соответственно, и человечество надо уничтожить, потому что иначе оно уничтожит планету Земля. И мы доказываем, что человечество вредоносно, злостно, ужасно, приводим аргументы, используем рациональность всевозможную и уничтожаем человечество. Это было абсолютно рационально, но при этом всем, ну, как бы, произошло уничтожение человечества. И, кстати, если рациональность, она просто зациклена на людях и их благе, на мой взгляд, да, это хуёвая рациональность получается. Она очень ограниченная, она очень, во-первых, гуманистическая, причём в смысле эпохи Возрождения имеется в виду. Не в смысле, что она добренькая, да, такая, она антропоцентричная, она гуманистичная и антропоцентричная получается. Вот. И в этом плане, и в этом плане рациональность в таком случае, но очень слабая позиция, которая не позволяет нам смотреть шире просто интересов человечества, получается. Я бы даже в таком смысле сказал, что это антифилософская позиция. Если мы, как философы, придерживаемся такой философии, которая выходит за пределы человека, ну, например, научная философия, она выходит за пределы человека как такового, позволяет нам смотреть на всё шире, вот. То получается-то, что, ну, мы выходим за пределы рациональности по Боумейстеру. Выходит. А он не забыл выделить гуманизм? Для него гуманизм и рациональность это одно и то же. А мне, как кажется, если мы этого не различаем, ну, такое себе. Это же очень существенный вопрос. Меня учили? Меня на философском фактике учили, так? Что софисты это такие сволочи, которые... Так и говорили? Да. Нерационально. У них паралогизмы везде. Они в антиномиях всё позапутывали. А на самом деле далеко не все софисты были такими, это раз. И Аристотель просто взял в своих работах о софистах, выдвинул вперёд тексты всяких, ну, идеи, всякие паралогизмы, знаете, чьи? Не напрямую софистов, а их более поздних учеников, которые были сторонниками лидеритрийской школы вроде. Я не помню, какой школы конкретно. Ну, там всякие вот эти Деодоры, Кроны, там вот это вот всё такое. То есть, Аристотель буквально напрямую в своём тексте, где он разъёбывает софистов, приводит в качестве примера представителей той школы, которая не считается софистикой. Ну, это постсофисты такие своеобразные, в каком-то смысле, конечно. Да, то есть, это ученики софистов тоже в некотором роде, но всё же не софисты. Это даже не младо-софисты какие-то. Прошло лет 30, прежде чем я вот жил с этой, ну, как бы чудовищной, ошибочной установкой, пока я начал расковыривать до сократиков, постигать, чем... Ну, кстати, я здесь с ним полностью согласен, в том плане, что софистов зря унижают, то есть, да. Софистика отличается от философии, прежде всего, это вот момент иррациональности, который суть свобода мышления. Иррациональность, как свобода мышления. То есть, не то, что она... Ну, мышление может быть свободно от рациональности. Я здесь соглашусь, наверное, не знаю. Обязательно рационально. Иррационально. Она просто не ставит установку на рацию. Понимаете? Да, согласен. А в чём проблема, в чём панчлайн, Юрий? По-моему, круто. По-моему, как раз круто, что есть такие философы, которые не ставят установку на рацию. И так делали далеко не только софисты, так делали и скептики, например, потом уже. И я, доковырявшись до этого, как бы... Вот она кто? То есть, как чему он ведёт? Она же действует не как философ. Она эту установку не... Понятие... Как бы не вводит в понятие, которое требовало листу. Она не вводит в идею, как требовал Платон. Она не обобщает её до какого-то принципа. Ну, просто, на мой взгляд, опять же, воспринимать Платона и Аристотеля как философов с большой буквы – это очень вредно. Да, то есть, в том плане, что для многих людей современники Платона и Аристотеля – они вообще не философы. Или там, знаете, типа жалкие тени того, что делали Платон и Аристотель. Там какие-нибудь кикиники, киренайки, софисты. То есть, для многих людей в истории философии их вообще практически нет. А если и есть, то только в контексте Платона и Аристотеля, и в контексте того, как они Платона и Аристотеля обсуждали, как мысль Платона и Аристотеля двигалась, отталкиваясь от мыслей вот этих вот людей. Уничтожая, конечно, их теории, жалкие, бесполезные, беспомощные, просто не оставляя на них, собственно, мокрого места от них, не оставляя, как бы даже получается. Мне кажется, что такое представление о философии абсолютно не плюралистично и тотально бедно. То есть, мы объединяем себя очень сильно, когда видим в философии исключительно Платона и Аристотеля, как центральные фигуры. Насколько я понял, мышление может быть иррациональным. Правильно? Я вас толкую сейчас. Возможно, иррациональное мышление. Мышление может быть свободным. Как свободное оно не рациональное и не иррационально. Оно не ведает это. Мне неожиданно нравится то, что он говорит, Юрий. То есть, то, что говорит вот этот вот датюк Сергей, мне нравится его интуиция. Очень-очень-очень интересная интуиция у него по этому поводу. У меня очень похожая интуиция, честно говоря. Потому что свобода мышления, она лежит за пределами иррациональности и иррациональности. С этим я, скорее, соглашусь. И античная философия, самая свободная философия, которая за всю историю пока что была, ну, по крайней мере, в нашем регионе, европейском, западном, так скажем, да, Эта самая философия, ну, она не ограничивалась рациональностью. Вот. Понятно. Что такое софистика? И даже тот же скептицизм, да и софистика, они действительно находятся просто за пределами рационального. Не супротив рационального они находятся, а просто за пределами. Это попытка вынести себя за пределы рациональности. Даже не попытка. То есть, смотрите, в случае с софистами еще никакой тотальной рациональности-то не было. Ну, был променит. Был променит. Соответственно. Нет, современная философия, она уже давно внутри тенденций разных находится. Там свободы вообще никакой нет. Это чисто большая догматичная схоластичная система. Причем, с одной стороны, чисто построенная на логических каких-то, в общем-то, доказательствах, что уже антисвобода. То есть, вся аналитическая философия – это антисвобода, потому что вы вынуждены аргументировать в определенном стиле и думать в определенном стиле, и спорить в определенном стиле. То есть, вы полностью подчинены определенным правилам. Это антисвобода. Так и то же самое с континентальной философией. Тут большая разница нет, просто не логика служит данным, в общем-то, центральным звеном, который все вокруг себя выстраивает. А правда, там несколько звеньев в континентальной философии. Трудно сказать, что в континентальной философии есть одно звено, которое все выстраивает. Их просто несколько. Если у вас нет установки на рацию, у вас нет установки на иррацию. Согласен. И софисты в данном случае – это предшественники. То есть, это люди не те, которые, знаете, как современные постмодернисты, выступили против европейского рационализма и вот этой всей системы модернизма. То есть, постмодернисты против модернизма. То есть, они вторичны по отношению к модернизму, получается. Но софисты-то не были такими. Софисты, соответственно, появились до того, как сформировалась рациональность. Ну, такая вот тотальная, которая сформируется уже в общих таких чертах где-то у Платона и окончательно доформируется уже у Аристотеля. При этом, да, то, что вот мне единственное, что не нравится у Датюка, вот, собственно, да, то, что немного непоследовательно он рассуждает, какие-то лишние термины периодически использует. Его понимать значительно сложнее, чем Андрея Баумейстера. Баумейстер – лучший оратор, безусловно, прямо вот на несколько позиций. То есть, если вообще рассматривать это как какой-то спор-дефиз-дискуссию, да, вот холодно, абстрагировавшись от позиций, которые излагают оба автора. Голос мой, конечно, за Андрея Баумейстера, потому что он излагает свои мысли более последовательно, точно, понятно, дает какие-то определения. И вот, ну, короче, правила дискуссии европейские он соблюдает лучше. Интуиция Сергея Датюка мне ближе, на самом деле. Вот. Так что вот чисто вот по личным моим ощущениям Сергея здесь мне более приятен, потому что Андрей Баумейстер, ну, он такой христианин, да, такой типичный человек, который угорает по христианству, при этом и получил философское образование. У него типичный набор убеждений для таких людей, у него не типичная аргументация для таких людей. Он такой типичнейший-типичнейший-типичнейший человечек в этом плане. Согласен, хлопец, согласен. Андрей Баумейстер приятный и замечательный человек, у которого приятно слушать лекции, особенно по тем вопросам, в которых он разбирается. По Ницше, например, я не рекомендую слушать Баумейстера. Он там в основном только биографию рассказывает. Из хорошего он хорошо рассказывает биографию, из плохого, ну, учение Ницше ему очень не импонирует. Поэтому ему очень важно показать, каким Ницше был на самом деле лузером по жизни, и поэтому он делает акцент на биографию чаще всего. Как и почти все христиане. Кстати, тоже типичная для христиан вещь, да, делать акцент на биографию Ницше. Да, согласен Юрий, согласен Юрий. Ну, с другой стороны, здесь даже дело не только в том, что он ориентируется на более широкую аудиторию, он, в принципе, более хороший оратор для всех аудиторий, включая интеллектуальную какую-то. То есть Баумейстера легче воспринять, будучи как, собственно, обывателем, да, каким-то так и, собственно, академическим специалистом. Для того, чтобы понимать Сергея Датюка, надо обладать, так скажем, академической щедростью, как бы сказал Убермаргинал некоторый. Баумейстер ей вроде бы пытается обладать, и вроде бы с пониманием пытается относиться к произносимому, так что здесь Андрею Баумейстеру тоже плюсик еще один. Да, кстати, вы сами это утверждали. Поскольку оно свободно. Да, поскольку оно свободно. Но меня в связи с этим интересует другой вопрос. Тогда, если мы противопоставляем мышление и безмыслие, мы должны все-таки что-то понимать, как отличить. Мы должны понимать, что вот это зебра, а это лошадь. Да, вебра. Мы должны понимать, что это... Зачем? Ну зачем мы должны понять, что это зебра, а это лошадь? Ну, во-первых, зачем? Мышление, а это безмыслие. Ну ладно, это пример был, окей, хорошо. Какие у вас критерии развлечения? Вот. Феномены. Очень хороший вопрос. Критерии развлечения в том, что... Вот, есть мысль, я ее чувствую, я ее в феноменах отметил. А вот нету мысли, я ее не чувствую, я ее в феноменах не отметил. Конец. Ну, типа, можно так. Без терминов, без определений, без всего остального. Более того, я не знаю, насколько значительными являются сами по себе определения с онтологической такой позиции, потому что, ну, я не знаю, какой смысл говорить о том, что стул – это определенная мебель такая, да, на которой можно сидеть, и у которой есть, там, не знаю, четыре ножки, допустим, четыре ножки, например. Если это не относит меня ни к какому конкретному стулу в данном случае. Но, самая большая тайна, что когда приходит некто, кто претендует стать философом, он открывает глубинную тайну философии. Да, ну, какую же? Создать что-то иное, то есть, иную мыслеформу, иные основы, иные начала принципа, можно только в процессе или в состоянии софистики. Это имеет смысл, то есть, это имеет смысл тоже, на мой взлет. Ну, состояние софистики звучит странно, конечно, звучит странно, но это имеет смысл, по крайней мере. То есть, может быть, здесь не так точно и четко, терминологически все выражено, как у того же бомбастера, да, но то, что он говорит, имеет смысл. Вот излагать это можно только нормативно, поэтому отличить безмыслие от мышления можно, Слушайте, у него очень интересная интуиция, на самом деле. Я вот неожиданно, вот вы, Юрий, что-то смеялись, да, я, честно говоря, не понимаю пока никакой причины для смеха, Потому что, в целом, ну, состояние софистики звучит довольно странновато, и софистика тоже со временем, в принципе, несколько выхищал, Такая вот, ну, превратилась в некоторую систему своеобразную, в которой обучали чему-то. Но, как бы, но как бы, да, понимаете, чтобы создать новую рациональность, да, чтобы создать новую рациональную систему, нужно вернуться назад, так скажем, и уничтожить основания предшественников. А относительно вот этой идеи у софистики, то есть, да, действительно, ну, надо разъебать основания. Всякий великий философ разъебывал основания. Платон пришел, разъебал основания. Аристотель разъебал основания Платона, на самом деле, во многом. Хотя, вот, потом на основании фундамента оставшегося построил свое здание, уже тоже довольно интересное. Вот. Какие-то большие философы, они просто приходили, разрушали основания. Приходит какой-нибудь Бекон и, соответственно, берет, перестраивает дом философии, ставит в центр индукцию и с ней, соответственно, работает. Оттуда появляются уже научные представления, всякие научные логические трюки, которые в итоге переходят, собственно, к Галилею приводят. Который просто уничтожает физику Аристотеля. Вот. Мы необходимо должны пройти этот этап софистики для того, чтобы потом нормировать то, что мы добыли путем свободного мышления. Но мы, когда это получили, принимаем способ нормирования философского за способ мышления, что не так. И вот самый важный момент это... Не, ну это глубоко. На самом деле, это то, о чем он рассуждает, довольно глубоко, интересно и нетривиально. И большинство рационалистов вот эту тему вообще даже воспринять не смогут. Ну, по крайней мере, потому что у многих людей даже, ну, актов продуктивного мышления просто за всю свою жизнь было очень мало, они их не могут распознавать, да. То есть у подавляющего большинства философов, ну, в смысле имеется в виду не тех, которые в истории философии, а у тех, соответственно, которые, ну, собственно, студенты, преподаватели философских факультетов, у подавляющего числа из них, у них просто актов продуктивного мышления не было вообще. Ну, не то, что вообще, по преимуществу не было. То есть они не подчиняли, давайте так, ладно, они не подчинили свое продуктивное мышление. И когда вы рассказываете им про продуктивное мышление, они просто не понимают, блядь, о чем речь. Они там в школе учились, зубрили, потом пришли в университет, зубрили, потом там, не знаю, магистрскую получили, зубрили, потом, не знаю, написали какую-нибудь работу, где там взяли, совместили какого-нибудь Канта и Куканта вместе, там Кант-Кукант, получилась теория Канта-Куканта какая-нибудь у него, вот, про философию какого-нибудь говна и мочи вместе. Ну и вот, соответственно, все, вот вам сидит очередной там кандидат, доктор наук, соответственно, который взял, прочитал двух авторов, какую-то хуйню из них слепил, и такой сидит умный, он там разбирается в разных темах, он такой крутой, прикольный, замечательный, но на самом деле глубоких интеллектуальных вопросов он по жизни не особо касается. Ну или в лучшем случае он просто стал историком философии хорошим, это полезная профессия, но, опять же, продуктивного мышления от него здесь не требуется особо. Сами основания философии. В чем-то я согласен, думаю, можем завершить этот фазис, перейти к нашим вопросам. Это такое методологическое поведение, разминка. Все, мое любимое, мое любимое, да, прошло. Баумейстер такой не смог ответить на основные претензии, так и все, перейдем к другому. Разминка была закончена. Сознание позиций, да, я бы... Кстати, может быть, дальше я не буду так сильно критиковать, потому что методология, там, теория познания, вот это все, это мои любимые темы, ну, то есть... Поэтому мы здесь остановились. Я бы мог так обобщить. Что-то мне импонирует в этом взгляде, потому что это также мой опыт. Должно быть движение мысли. Это все равно, что человек, я вас преподаю в университете... Мне кажется, Баумейстер половину просто не услышал. Это человек-студент, доцент, профессор, усвоивший 10-20 книг и постоянно их ретранслирующий. Да. Может не быть после. Вот сто процентов. Да. По факту. Проблема в том, что Баумейстер приблизительно такой же. Но Баумейстер у ЧСВ не позволяет признать, что на самом деле он просто типичный университетский платоник, христианин. Типичный платоник, христианин из университета, который при всем этом человек действительно умный, но не мыслящий. А если мыслящий, где твои, так скажем, философские труды, где твоя оригинальная идея, где твоя уникальная философская система, да, так скажем. В этом плане даже Дугин больше претендует на какое-то мышление больше, чем у Баумейстера. У Дугина мы хотя бы эклектику можем обнаружить, такую вот, знаете, такую вот пеструю эклектику. Хер поймешь, он там православный, платоник, аристотелек, блять, постмодернист, нитшианец, блять. У Дугина просто большая каша какой-то непонятной хуйни. Единственный вопрос, это каша или система все-таки? Все-таки смог ли он сделать из этого целостную систему представлений, или это просто каша говна, как бы, да? Если это каша говна, он, конечно, не философ, просто, знаете, эрудированный человек, который, ну, не понимает, о чем он думает. Вот. Либо же он понимает, о чем он думает, и тогда, возможно, это эклектическая философская система. С Дугиным такой вопрос, а с Баумейстером вопрос в том, что он даже заявку не подал на философа, так скажем. Ну, с большой буквы имеется в виду философа, создателя философской системы. Вот. А если заявка не подана, ну, такое, сидим. А в то время, как человек, не получивший философское образование, конечно, может демонстрировать какие-то оригинальные ходы. Но тут есть и опасность. И новую систему может предлагать. Человек, который не прошел вот эту шлифовку текстами, системами, он может проявить некую оригинальность, но в каких-то моментах он всегда может сорваться. Сорваться куда? Сорваться в изобретении велосипеда, в абсурд. Ой, ненавижу, когда вообще упоминают какие-то велосипеды, соответственно. Потому что это кринж. Потому что это кринж. Все равно, так скажем, один велосипед будет отличаться от другого. И если вы перепридумаете идеи Платона, вы знаете что? В китайской философии, в среднем ее периоде, в так называемом неоконфуцианстве, были философы, типа там Джуси и так далее, там много всяких философов были, которые переизобрели что-то похожее на идеи Платона. Не точно в один в один похожее, но напоминающее, напоминающее идеи Платона. То есть в китайской философии, в неоконфуцианстве, например, Джуси и многие другие его современники, они просто переизобретали, ну как переизобретали, они сделали новую систему, связанную с конфуцианством, прежде всего, конечно же, в которой было что-то похожее на идеи Платона. А потом иносолипсизм даже. То есть, вот такой радикальный субъективный идеализм, можно это отметить, или даже на солипсизм, типа Ван Ян Мина. У Ван Ян Мина как раз наблюдается такой своеобразный солипсизм. Но солипсизм, не солипсизм, не знаю. Вот. И это интересно, да, что вроде бы велосипед как будто бы изобретен, но это настолько два разных велосипеда в итоге, по сути, да, что у Платона у него одно, что у Джуси у него другое, у него реально китайская философия. Ну вот совпала концепция идей, да и то не полностью. Да и концепцию идей можно бесконечно много переинтерпретировать. Например, можно сказать, что существует идея не только хороших, но и плохих вещей, например. Не только благо, но и зла, например, идея существует. Все уже философская система Платона не та, что раньше. Велосипед не тот. Велосипед не так катается уже. И другие логические ходы здесь у нас пойдут. И другие приемы мы будем использовать для обоснования. И еще много чего будем другого делать. Вот так вот, понимаете? То есть случайным образом изобретая велосипед, мы, скорее всего, изобретем новый велосипед. Мы вряд ли повторим все ходы Платона. Мы можем сказать, да, там, я не знаю, да, я переизобрел теорию идей Платона, но если изучить подробно, что было у Платона и что было у этого нового изобретателя, новой теории идей, там будет совершенно другое, скорее всего. Это не тот велосипед. Вот аргумент к велосипеду, его, наоборот, имеет смысл брать и разбирать, потому что обычно в свободном таком изобретении люди не повторяют друг друга досконально. А вот когда люди дохуя читают, вот когда они дохуя знают, вот тогда они и повторяют ходы, потому что они их уже прочитали и запомнили, и сделали их своими, присвоили их себе, да. А люди, которые не читают Платон, они не повторят Платона, скорее всего, никогда, потому что возможных комбинаций идей, вообще, в принципе, их просто квадриллион, их больше, чем людей живет или жило когда-либо на нашей планете, вместе взятых. Начиная с самого там Палеолита, Гавниолита, даже если существовали рептилоиды, их тоже за людей будем считать, если существовали жители Атлантиды, русы, ящеры, даже если вот это все существовало, и мы всю вот эту суммарную возможную сумму всех вот этих вот живых разумных организмов берем, мы не смогли бы даже сделать так, вот, чтобы раздать каждому отдельному разумному существу, думающему, да, по одной философской идее концепции, у нас бы не хватило людей на эти концепции, концепций слишком много потенциальных. И поэтому совпадение, оно, ну, доскональное совпадение, тотальное, абсолютное, да, оно практически невозможным оказывается. То есть, ну да, представьте себе такое безграничное полотно, да, то есть бесконечность, вот у вас вот точка, вы в точке стоите, у вас есть бесконечность, и вы выбираете, куда кинуть, например, камушек такой, да, соответственно, вы кидаете камушек в ту сторону. Баумастер говорит, а, в ту же сторону кидал его Платон, но в этом ловушка заключается, потому что пространство вокруг вас бесконечное, и в итоге камушек полетит, скорее всего, не по той же самой траектории, по которой его вел Платон, а вот, 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 платоновский камушек летит, а ваш будет лететь вот где-то вот подальше, понимаете, в чем дело. И вроде бы при определенном уровне абстракции мы говорим, что да, велосипед у Платона уже было, но если мы будем разбираться в тонкостях, не было, это новое, это новаторство, это нечто другое, соответственно, как-то так. Ну да, они занимались риторикой и так далее, то есть, например, если взять Украину и те Афины, скажем, с 4-го, 5-го веков до нашей эры, то мы проиграем, поскольку... Да, ну, что мы не читали Гомера? Почему? Мы за всю жизнь читаем такое колоссальное, ну мы не украинцы, имеется в виду, мы в СНГ читаем такое колоссальное количество книг, которых у греков, наверное, ну не было просто. Средний гражданин не имеет этого пространства в выражении и шлифовке своих взглядов. Да ну, серьезно? 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 Не, ну, конечно, если про гражданина говорить, это может быть... Да даже и так неправда, даже и так неправда, соответственно. Ну, если еще добавить к этому рабов, которых было очень много, ну тогда вообще получается какая-то хуйня. А, вот. Но все же важно понимать, наверное, да, что у тех греков, ну, просто читать меньше. Они меньше могли даже прочитать. Буквально, они буквально читали Гомера, понимаете, в чем дело? Ну, блядь. Может быть, стоп, давайте так. Может быть, они читали его намного лучше, чем пятиклассники наши? Ну, мы в пятом классе читаем Гомера? Читаем. Я вроде читал Гомера, и Ильаду, и Одиссею читали, и в детстве читали, и потом я перечитывал. Может, они более внимательно читают и больше времени уделяют на этого Гомера самого, но... И чего? Более того, я, кстати, не очень уверен, что греки хорошо могли в судах выступать, потому что их буквально всякие протагоры и горги разъебывали без шансов и обучали других людей, которые ебали в судах всех вокруг. То есть тут, понимаете, причем не просто ебали, а ебали простейшими приемами. Простейшими приемами ебали в духе. Ты приходишь в суд, соответственно, и говоришь, вот мы подписали договор, да, и вот по договору написано, если я побеждаю в суде, то, соответственно... А, после первой победы в суде, соответственно, да, я должен буду... Мне человек должен отдать деньги, допустим, да, и, соответственно, если я не побеждаю в суде, то по договору человек должен мне отдать деньги там, допустим. Как-то так, да, вот тот самый парадокс Эватла, если я не ошибаюсь, который озвучен. Ну, там такими-такими вещами можно было овнить, судя по всему, понимаете? великие греческие суды где просто в разъебываешь парадокс какой-то шизовый и все-таки ни хуя себе и судья такой сидит нахуй вот как-то так вели великие греки сидели со своим висы своими великими судами весело а что натворить иное потому что знаешь они в одной норме этого нету что он действительно с этим согласен но то есть как бы более сложная посредственность но да но третий шаг как правило же не делают потому что это опасность это страх конечно опасно поэтому философов мало всегда было в процентном соотношении мало сейчас еще в процентном соотношениях еще меньше но потому что сейчас даже философом быть не принято вас нигде не поддержит по большей очень редкий реальный философ может действительно выйти на публику и какие-то свои идеи без осуждения высказать людям то что люди будут считать его шизом потому что не научно там не знаю не красиво не по платону не по аристотелю не по кому ну да сейчас философам быть стыда причем именно оригинальным философ имеется и даже на философском факультете вам пизды скорее всего будут за это давать если философском факультете вряд ли люди такие блять мы никогда такую философскую систему не видели а давайте быстро запишем этого автора в историю философии да то есть наоборот все будет блять они такие что блять за шиз ебучих у блять пошел нахуй отсюда то есть как бы современная структура она такая да то есть люди не то я они они не действуют так как должно было бы действовать позиции например историка философии ну при опа шадов новая интерпретация скептицизма например ортодексология вообще философия посвященной анализу мнений новая германефтика вот этот весь элемент набор учений вот собранных вместе да это интересно этого философии ни разу в таком виде не было надо бы записать что вот в истории философии в россии появился такой автор вообще просто автоматически даже если учитывать что меня даже 0 0 каких-то так скажем поклонников да даже с учетом что вот нету каких-то последователей как у гегеля ну просто вот такой системы не было она появилась неплохо было бы записать что такая вот актуализировалась и не только про меня речь идет вообще было бы хорошо если бы современные историки философии взяли за правило записывать новые уникальные интересные философские системы и идеи вне зависимости от того кто их озвучивает это было бы очень хорошая позитивная практика потому что людей скорее всего в абсолютных значениях да то есть количественно скорее всего стало больше мыслящих то есть скорее всего у нас в россии даже в россии больше мыслителей уникальных оригинальных чем было в греции потому что нас русских просто блять тупо больше чем греков тогда тупо несопоставимо больше тупо намного блять больше скорее всего в абсолютных значениях у нас больше творцов идей но 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 есть одно но большое гигантское но да нам на них похуй во-первых а во-вторых в греции все-таки были механизмы которые позволяли этим творцам идеи так или иначе процветать что-то делать развиваться да и соответственно не было такой догматических больших систем которые интеллектуальных которые всему этому как-то сопротивлялись раньше нера только гуга и так скажем гуга и так скажем гуга и всему этому противились по большей части это эти гуи особо не любили читать и не интересовались чем-то и были такие странные философы которые друг другом спорили и собирали практически без препятствий на себе учеников разных ну потому что препятствий было меньше религии какой-то греческой тотальной абсолютно как христианство не было до который бы разъебывала все философские школы и так далее так далее так далее вот ну редкий гост редкий гост но на мой взгляд история философии эта история мысли а мысль она должна рассматриваться вне контекста от влияния до историки будто кино это было уже блять и секс-то империка блять хотя понятное дело что будут игнорироваться всякие новые связки элементы интерпретации у греоу с этих скептиков например античной германевтики не было они ее просто ну она была не нужна особо у меня скептицизм тот же нет не такой же как у греков но все-таки похожий во многом ну как то так есть такой спекулятивный идеализм и в этом плане в этом плане действительно было бы очень хорошей практикой потому что мне бы действительно хотелось посмотреть а на что способна реальная современная мысль мысль как таковая свежая мысль не аналитическая философия в которой ну дай бог аргумент какой новый выдумают и после этого такие какого будет летучей мышью китайская комната трудная проблема сознания ящик в колбе мозг в жопе там такие да как было блять гений вагонетку придумал нихуя себе вот вот такие вот реакции на просто какие-то примитивные примеры эксперименты мыслительные типа ну при человек придумал типа аргумент типа мыслительный эксперимента вот вот такое что-то придумал и все таки ни хуя дацюк мне нравится и хорошего дацюк мне нравится то что он говорит мне импонирует во многом так вот но это просто не философ вот так вот я бы отметил это хорошие интеллектуалы даже с некоторыми элементами продуктивного мышления потому что ну опять же вот этот аргумент к летучей мыши нагель сформулировал интересно например да и не только это скорее всего но там продуктивности намного меньше чем у гегеля платона канта нитша там не знаю конфуция там допустим и всех остальных то есть как то так да это прикольная гимнастика для ума и плюс она требует некоторой степени продуктивного мышления хоть и не самой высокой как у философов больших но какой-то требует то есть это тоже продуктивное мышление это тоже заслуживает внимания на самом деле к этому никаких особо претензий нет но просто современный читатель и современный какой-нибудь академический специалист он такой сидит блять каково же это блять быть летучей нахуй мышью блять да это глубоко как-то так вы что все сейчас рассуждают философии о том каково это быть летучей мыши и сидеть в китайской комнате и одновременно с этим вы мозг в колбе представляете себе и философские зомби еще соответственно блять от супер мыслительный эксперимент был только что придуман вот как-то так как-то так все прикольный мыслительный эксперимент в китайской комнате сидит мозг в колбе причем это мозг летучей мыши блять и вся эта комната она едет блять по рельсам наверху стоит толстяк блять и впереди пять мужиков можно скинуть толстяка но для того чтобы скинуть толстяка нужно чтобы мозг в этой комнате китайской сформулировал правильный ответ на китайских сука иероглифов блять вот приблизительно так я вижу аналитическую современную философию ладно поехали дальше блин конечно тут тут мы с вами так давайте я сверну все-таки теме безумия и уже прямо интересно у нас да 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 а впереди лежат пять философских зомби простите и мы должны выбрать убить пять философских зомби или сбросить одного толстяка который на самом деле не философские зомби и мы должны вот собственно в китайской комнате на иероглифах короче закинуть наверх вот это я понимаю философский мыслительный эксперимент